Критическая теория – это наиболее влиятельная школа неомарксистской критики культуры. Критической теорией называют прежде всего достижения Франкфуртской школы, основанной в 1923 году, но к ней относят и все разработки в рамках левой радикальной критики культуры. Сюда относят фрейдо-марксизм, прежде всего Герберта Маркузе, относят с некоторыми оговорками Мишеля Фуко и его школу и также говорят о некоторых пересечениях между критической теорией и постструктуралистской критикой культуры. Хотя постструктуралистская критика культуры принадлежит уже не модерному, а постмодерному типу аргументации и строится на совсем других основаниях. Критическая теория возникла в результате одного из кризисов марксизма, который произошел по итогам Первой мировой войны и неудавшихся революций в странах Европы. Если в России революция удалась, то в большинстве стран Европы революции были подавлены и большевистского типа революции сменились построением национального буржуазного общества, которое основывалось прежде всего на буржуазной мещанской культуре и адаптировало ряд лозунгов левого движения для собственных целей. В частности, программы социальной справедливости были адаптированы в виде разовых программ обустройства быта рабочих, создания клубов, развития спорта, поощрения мирной конкуренции, а также помощи семьям, пострадавшим от войны. Поэтому поневоле социалистическая идея растворялась в совершенно чуждом ей контексте и что не могло не предполагать новую критику культуры, направленную уже не на культуру как способ воспитания, но на культуру как образ жизни. Критическая теория поставила целью раскрыть те механизмы, которые создают не только культурное воспитание, не только культуру как мир, норм и ценностей, но и культуру как быт, как повседневное существование, как образ жизни в мире. Возникновение критической теории – это особое время. 1923 год, первая половина 20-х годов – это время напряженных поисков, не только в правой, но и в левой мысли. Так, например, одной из ключевых идей эпохи становится представление о мессианском времени, о том, что само время может приобрести новое качество. Эта идея происходит из еврейской мистики, а также христианского учения о мессии, как о самой кротости – Иисус кроток и смирен сердцем. Идея мессианского времени была противопоставлена старой революционной идеи и пониманию революции, как существенных сдвигов, сопровождающихся волнениями, войнами, бунтами, в конце концов, переходящими в новую фазу социального существования. Оказалось, что вполне могут быть и войны, и бунты, и революции, но это не приводит к возникновению нового общества. Или, во всяком случае, приводит не во всех странах. В большинстве европейских стран началась по итогам Первой мировой войны не революционное строительство, а национальная реакция и создание довольно жестких националистических обществ от Великобритании до Польши и Турции. Хотя во всех этих странах было изначально сильное левое движение, ставившее на победу. И вот идея мессианского времени это идея, согласно которой нельзя сказать, что люди полностью определяют свою судьбу. Должно что-то произойти с самим временем, чтобы люди изменились. Само время должно заставить людей как-то иначе смотреть на себя. Привычные роли субъекта и объекта здесь меняются. В качестве субъекта выступает не человек, не класс, не нация, а сам мир. В какой-то мере это пересекалось с интуициями мыслителей правого толка. Например, с понятием дозайн присутствие, наличие у Мартина Хайдегера. Хайдегер тоже настаивал на том, что некий бытийственный абсолют, некое бытийственное содержание предшествует самоопределению объекта. Что субъект это только момент, это только аспект явления бытия, явление его в полноте. Впоследствии Хайдегер будет занимать все более правые политические позиции и критическая теория навсегда разойдется с ним и с мыслителями подобного толка. Адорно напишет уже после Второй мировой войны памфлет под названием «Жаргон der Eigentlichkeit», «Жаргон подлинности», в котором обвинит Хайдегера, а также консервативных поэтов начала века, таких как Райнер Мария Рильке и Стефан Георгия, в изобретении какого-то возвышенного, слишком пышного языка, антологизирующего простые понятия, придающего им какую-то повышенную весомость, что за каждой вещью стоит без насмысла, и поневоле, как считал Адорно, такое промышленное, поставленное на поток производства духовности, и привело всех этих авторов в объятия фашизма, потому что фашизм – это тоже движение, которое совмещает пафос промышленности, конвейера, с пафосом производства какой-то абсолютной духовности. Но пока что мы находимся в начале 20-х годов. Мессианское время – это идея, которой придерживались ведущие мыслители еврейского происхождения, такие как Вальтер Беньямин и Эрнст Блох. Беньямин придумал для этого времени термин «Jetszeit» – время уже, время уже сбывшееся. Это время было противопоставлено тому времени, которое изучает позитивистская наука, которое значится в исторических повествованиях, когда время понимается как ряд причинно-следственных связей, ряд событий, сменяющих друг друга по каким-то законам. «Jetszeit» – это время, в котором ничего вроде бы не произошло, все идет как по-прежнему, но что-то важное уже сбылось. Как в «Еврейской мистике» и говорили, что «Мессия» не будет менять ход политических событий, но все сразу почувствуют, что произошло что-то очень важное и произошло уже. Точно так же и Иисус говорил, что второе пришествие будет внезапно, что Бог застает человека, когда человек этого не ожидает. То есть, тоже постоянно говорил об этом «Jetszeit» – времени уже, которое противопоставлено вот такому языческому времени фатума и подвига, борьбы причинно-следственных связей и построения событий по законам аргументации, что какие-то события важные, а какие-то неважные, по тому же принципу, по какому в речи или в аргументах тоже что-то объявляется важным, а что-то неважным. Беньямина эти рассуждения о «Jetszeit», о мессианском времени, об исполнении времен, как это называется по-церковно-славянски, полнота времен, в конце концов привели к его теории визуальности, так как чистое явление можно было осмыслить не в рамках анализа речи, текста или дискурса, а в рамках только демонстрации того, как явление себя являет, как вещь себя являет. Все эти рассуждения Беньямина о фотографии, как о чистом явлении света, как о вспышке молнии, рассуждения о бауре и о многом другом, это не что иное, как приложение к искусству изначальных интуиций мессии. Изначальных интуиций, что, хотя сами события, внешний ход событий не меняются, но сущность событий, их смысл и их способность быть явленными и выйти в явленность меняется. Интересно, что Хайдеггер, который был почти что антисемитом, тоже высказывал подобные интуиции в своих поздних произведениях. Он тоже говорил о том, что настоящее событие это эрайгнис, то есть некая вспышка. Французские переводчики даже сопоставляют эрайгнис, лихтунг, с молнией, как будто это вспышка молнии. Явная такая полуцитата из Евангелия, что слова Иисуса, что я явлюсь как молния, которая все осветит. И эта молния легко сопоставима и с фотовспышкой по Беньямину и с рассуждениями о мессианском времени. Хотя сам Хайдеггер на Беньямина не ссылается, но видно, что он принадлежит к тому же поколению и к той же духовно-интеллектуальной культуре. И какая цель ставилась Франкфуртским институтом социальных исследований? Прежде всего, он ставил целью этот институт, созданный Теодором Визегрунда Мадорно и Максом Хорхаймером, ставил целью критиковать старую социологию. Прежде всего, старая социология им не нравилась за то, что она фокусируется на обществе в целом. Напомню, что классическая социология начала века в лице таких гигантов, как Дюргейм, как Зиммель, как Макс Вебер, пыталась найти общий закон развития общества. Этим общим законом оказалось, что мир ценностей, что общество развивается не по принципу механических причинно-следственных связей, а по принципу восприятия ценностей. И именно ценностный мир оказывается основой социального мира. Ценность отличается от мысли, идеи или вещи тем, что она не подлежит обсуждению. Можно спорить о природе вещей, но ценности либо ты принимаешь, либо ты отвергаешь. Мир ценностей, в отличие от мира вещей, не знает надежных способов критики и верификации суждений. В этом смысле Зиммель, Дюргейм или Вебер, вся эта плеяда великих социологов, они принадлежали, конечно, к тому же поколению, к которому принадлежали, например, неокантианцы, которые тоже ставили вопрос о том, чем отличается мир человеческого существования от мира природы. И неокантианцевцы повторяли многие ходы, которые делал Кант в своей критике, но с одним большим отличием. Кант исследовал законы познания вообще и производил критику законов познания. Неокантианцы сузили задачу, они исследовали не законы познания вообще, а законы научного познания, потому что познание вообще для них уже принадлежало миру ценностей и не могло анализироваться критически. Тогда как научное познание может анализироваться критически, можно находить его границы, его принципы, правила, основы и понимать, как именно оно устроено, постепенно вскрывая критически его принципы. И, конечно, критическая теория росла в споре и с позитивизмом, то есть верой в безграничное научное познание и в то, что научное познание вытеснит другие способы познания, так и в полемике с неокантианцами или предшествующими социологами, которые утверждали, что мир ценностей никак не может быть оценен извне. Это такой же мир, как, например, мир искусства или мир эстетики, который не подлежит внешней оценке, а может быть только принят или не принят. То есть неокантианцы и социологи социологи начала века, они принадлежали типичной вот культуре такого символизма эстетики начала двадцатого века, где именно ценностные ряды, именно возможность оценить, оценивать, восхищаться и оправдывала любые эксперименты с формой. Тогда как представители критической теории это уже не символисты и авангардисты. Их отношение к предшественникам пример напоминает отношения футуристов или имажистов или и у нас имажинистов а в США имажистов или каких-то других направлений уже десятых двадцатых годов к наследию символизма начала века. Критическая теория заявила о том, что и сами ценности могут быть подвергнуты критике. На каком основании? Здесь как раз пригодился марксизм. При этом марксизм пришлось немного доработать. Вообще начало двадцатых годов это пересмотр многими марксистами некоторых основополагающих положений учения маркса. Прежде всего главным пунктом здесь было учение о базисе и надстройке. В классическом марксизме базис это развитие производственных отношений. Именно развитие производственных отношений меняет образ жизни общества и это меняет надстройку. Никакого промежутка между базисом и надстройкой марксизм не признает. непосредственно из отношений рождаются культурные нормы и культурные институты. Непосредственно из уровня развития производства из того как строятся производственные отношения происходит и вся динамика культуры. Первым кто поставил это под вопрос был венгерско немецко и европейско вообще мыслитель Дьорть или по-немецки Георг Лукач. Он был венгром. Кружок венгерских интеллектуалов был довольно тесный. Все были там оказывались друг другу свекрами двоюродными братьями родственниками свойственниками то есть Венгрия как провинция Австро-Венгерской империи имела своих интеллектуалов но это был крайне тесный круг и как всегда бывает при таком тесном и зыбком круге интеллектуалов он ориентируется на внешние ресурсы Лукач начинал в среде неокантианцев и участвовал в молодости в неокантианских изданиях но потом весьма быстро перешел к марксизму при этом это был весьма своеобразный марксизм наш отечественный исследователь Александр Дмитриев назвал свою книгу о Лукаче марксизм без пролетариата то есть марксизм но в котором нет главного момента марксизма что есть класс гегемон который возьмет на себя власть и ответственность за саму историю что же это такое Лукач обратил внимание на то что происходит рост не только материального производства но и производства тех самых ценностей о которых говорили неокантианцы или в социологе что если по марксу духовное производство абсолютно вторично по отношению к материальному то по Лукачу оказывалось что принципы духовного производства оказываются очень схожими оно тоже требует мобилизации оно тоже в нем происходит отчуждение и наравне с отчуждением скажем рабочего от средств производства происходит то же самое отчуждение интеллектуала от средств производства или отчуждение художника от средств производства примеры такие Лукач находил уже в романтизме и благо сейчас на русский уже переведены некоторые работы Лукача по романтической поэзии где он как раз говорил что поэт романтик начинает относиться к языку как к чужому языку что поэт романтик всегда использует чужие слова чужие образы фактически компилирует свое произведение сшивает его из лоскутков а если он пишет что-то самостоятельно он приписывает традиции это романтик не может написать просто стихотворение а пишет там балладу в средневековом духе как будто она в средние века и написана поэтому если до романтизма было кустарное производство подчиненное цеховым правилам поэтики то романтизм для Лукача это уже типичное капиталистическое производство при том что вроде бы романтики ориентируются на сказку на патриархальность на средневековье сами романтики как показывает Лукач это люди уже промышленной эпохи даже если они не ставят производство произведений на конвейер все равно у них существуют те критерии экспертизы оценки приемки качества которые существуют на заводе и учитывая что романтики еще много занимались саморекламой стали создавать бестселлеры коммерциализировали многие отношения в литературе аргументация Лукача становится убедительной и вот оказывается что производство бывает не только материальным но производство идей или производство образов разворачивается параллельно и подчиняется тем же законом и в этом смысле поэт романтик он вполне коллега рабочего хотя вроде бы рабочий книжек не читает а романтик читает но те же принципы создания вещи на продажу зависимости от издателей то есть отчуждения от средств производства если в эпоху классицизма автор издавал все на деньги короля или другого какого-то покровителя то романтик ориентируется уже на коммерческий литературный рынок то есть романтическая литература это типичная литература индустриальной эпохи не по содержанию а по форме по тем механизмам которые запускают эту литературу и еще на что обратил внимание Лукач это на то что сама философия и Гегеля и Маркса это философия во многом созданная индустриальной эпохой и что главный пафос на самом деле Гегеля и тем более Маркса не объяснить мир и даже не изменить его сколько избавиться от собственной зависимости от индустрии в чем-то здесь Лукач напоминает психоанализ то есть он производит своего рода психоанализ Гегеля и Маркса видя в гегельянстве и марксизме не столько некий идеальный призыв к революции что просто мудрый Гегель и мудрый Маркс всех призвали делать революцию сколько про то что и Гегель и Маркс в чем-то хотели избавиться от себя в чем-то хотели преодолеть самих себя и поэтому они и в конце концов создали свою теорию и именно поэтому Гегель выдвигает диалектику господина и раба а Маркс выдвигает понятие о классе гегемония потому что им нужны были те волосы за которые они себя должны были вытащить из болота найти то понятие которое освободит их самих от постоянного участия в производстве от вовлеченности в духовное производство и то что Маркс считал что духовное производство это надстройка а важно для революции лишь то что делает рабочий как себя ведет рабочий это тоже результат вот такого вот избавления от себя еще один важный вывод который сделал Лукач который важен для критической теории это интерпретация гегелевской диалектики господина и раба собственно эта диалектика если давать ее в простой формуле она такова что все люди рождаются от природы равные но что создает общество чем общество отличается от прайда львов или стаи волков или парламента сов от всех во во что объединяются животные тем что действительно у людей появляется социальное неравенство приводящее в конце концов господству и угнетению по гегелю это неравенство возникает потому что кто-то готов поставить свою жизнь на кон готов жертвовать и жизнью себя и жизнью других например развязать войну такой человек становится господиной а тот кто дрожит за свою шкуру человек низких желаний становится рабом эта диалектика не что иное как механизация мыслей которые излагались еще Аристотелем в никомаховой этике Аристотель считал что свободные люди это прежде всего люди готовые к самопожертвованию например отдать жизнь ради друга тогда как раб это человек не способный к самопожертвованию наоборот в котором действует постоянный инстинкт самосохранения и именно из-за этого раб превращается в простое оружие он отдает свою свободу за благополучие и рабы могут вступать в сговор могут бунтовать могут даже убивать своих господ но они не станут от этого господами потому что бунт рабов он не имеет какой-то внутренней цели цели самопожертвования он имеет целью только обеспечить себя теми материальными благами которыми пользуются господа и например Аристотель уверял что дружить по-настоящему умеют только господа только свободные только аристократы как бы мы сказали потому что настоящий друг это тот кто пожертвует ради друга а рабы могут там взаимовыгодно сотрудничать или вступать в сговор но дружить они не умеют принципиально и вот Гегель он механизировал то что Аристотель изложено в виде разрозненных и таких художественных этических интуиций Маркс во многом конечно ориентировался на эту диалектику и он исходил из того что в современном мире да сложилась ситуация что есть господа капиталисты есть рабы то есть пролетари значит что нужно сделать чтобы пролетарии из ничего стали всем нужно снабдить их сознанием сознание то есть возможность посмотреть на себя со стороны она сразу и делает человека господином потому что раб себя не знает а господин жертвует собой именно потому что он полностью знает себя и Маркс исходил из того что пролетариат нужно сделать сознательным что кто был ничем тот станет всем что и тогда именно пролетариат станет господами потому что пролетариат сможет подняться на ту ступень героизма самопожертвования революционного пафоса революционного пыла которая конечно изнеженной буржуазией эксплуататором никогда не снилась так действительно эти идеи Маркса вдохновляли революции но выяснилось что далеко не всегда и не везде сработали революции и в большинстве стран рабочие предпочли компромисс политический компромисс на основе общих ценностей например ценность нации оказалось для них важнее вот этого вот призыва к благородной гибели и к самопожертвованию ради создания революционного общества ради вхождения в коммунизм ну и само советское общество уже вызывало некоторые вопросы отношения критической теории к советскому союзу всегда было весьма такое критическое прошу прощения за каламбур и в конце концов оно завершилось мыслью Альтюсера основателя неомарксизма во Франции уже в 60-е годы который сказал что противостояние двух сторон холодной войны это не противостояние буржуазного и коммунистического общества а это противостояние двух разных буржуазных обществ только там это буржуазно-частное общество а тут буржуазно-государственное общество там капиталисты частные лица тут капиталист коллективный в виде партии и правительства который тоже присваивает добавочный продукт держит все население на уровне пролетариев и так далее и вот как раз Лукач сделал вывод о том что получается что недостаточно просто дать определенное сознание пролетариям важно произвести критику имеющегося сознания почему человек сознавая себя идентифицируя себя обладая навыками идентификации при этом не становится вот тем вот революционным аристократом аристократом революции пламенным революционером о котором мечтал Маркс почему большинство пролетариев предпочитают конформизм и здесь выяснилось пролетариям